Дорогие друзья, с вами ваш любимый нутрициолог Ульяна Любимова, и я приветствую вас в блоке своих успешных кейсов. Это пополняемый цикл роликов о том, как участники моих образовательных курсов и личных консультаций достигли невероятных улучшений и того уровня здоровья, который раньше им даже не снился. И все это без лекарств. Показываю работу изнутри. По коду ISDR, истории здоровья, вы можете найти все мои ролики на эту тему. Мы начинаем! История здоровья номер 10. Про маленького мальчика с необъяснимым кашлем и высыпаниями по всему телу. Эту историю я уже снимала, сейчас делаю ремейк. Итак, с чем обратилась мамочка? Два года непроходящий, постоянный кашель, неясного генеза. Постоянные высыпания, такие как комариные укусы, ну в виде них, ожоги, герпес, окружности, папулы и прочие, такие мигрирующие высыпания. Выраженная сосудистая сетка под глазами, изможденный вид у ребенка. Он очень плохо спал. Можно сказать, что он вообще не спал, как раз таки из-за постоянного кашля и сбитого дыхания. Он просто задыхался. Соответственно, организм даже не мог отдохнуть. И запоры. Вот такая вот картинка кожи, например, есть. Посмотрите, пожалуйста. И давайте посмотрим, какие же ставили диагнозы. Вообще, они объездили многие города России, в том числе столицу. Сами они из глубинки. И во время этого медтура получали разные заключения, как аллергический бронхит, абструктивный бронхит, бронхопневмония, ларинготрахеид, начало астмы, синусит, аденоидит, полиноз, аллергия, пиодермия, герпес, псориаз и конъюнктивит. То есть, как вы слышите, жалобы были не только на легкие, не только на кашель, но еще и на кожу и на глаза. Есть еще дополнительная картинка и ответы на мои уточняющие вопросы из разговора. По питанию. Питание относительно здоровое. Частный сад, фермерские продукты. По поводу избытка бытовой химии дома. Нет, порошком не пользуются. По поводу квартиры. Какая квартира? Может быть, там какие-то плесени. Может быть, там еще какие-то клопы находятся. Нет, квартира новая. В санаториях в Анапе и Юрмале, где влажный воздух, у мальчика были ухудшения. От увлажнителя, который стоял дома, были ухудшения. Когда увлажнитель убрали, стало лучше. То есть, при более сухом воздухе кашель не так сильно проявлялся, как при влажном. И к тому же, в горах Италии, где тоже суховато, ему было лучше. По поводу сопутствующих заболеваний. Оказывается, жалоб вообще ни на что раньше не было. До двух с половиной лет мальчик был на грудном вскармливании. И вот единственное, в год был курс антибиотиков. Да, это было. Что я вижу по анализам? Перечень анализов они сдавали сами, для всех специалистов, у которых они бывали. Соответственно, я видела то же самое, что эти самые специалисты. Ничего нового я не смотрела. И ничего нового я не говорила сдать. Ужасная экопрограмма. Вообще ничего не переваривается. Также они сами сдали газовую хроматомасспектрометрию по Осипову. И это важнейший анализ в данном случае. Он был определяющим для меня. Благодаря которому я поняла, собственно, в чем вообще дело. По нему было выявлено отсутствие дружественной микробиоты. Как раз, возможно, из-за того и курса антибиотиков, которые мальчик пропил в год. Конечно, это было давно. Но, видимо, микробиота сама по себе и не восстановилась. При этом, на фоне снижения симбионтов, естественно, разрослись условно-патогенные и патогенные штаммы. Кандида и другие грибы были в 8 раз выше нормы. В 8 раз выше нормы у ребенка. Также был выявлен вирус простого герпеса, цитомегаловирус, Эпштейн-бар, золотистый стафилококс, трептококк и другие некоторые. А по крови отдельно трептококк пневмонический и микоплазма пневмоническая. Они, в принципе, тоже могут давать то, что вы слышали выше. Но самое основное здесь грибы. Избыточная грибковая нагрузка. Я, конечно же, сказала, что здесь нужен хороший миколог, который может помочь ребенку избавиться от этого глубокого микоза, который уже столько лет доставляет дискомфорт. Эта семья, мама и сын, сразу же выбрали лучшую клинику, лучшего доктора. Представляете, они поехали в Москву, в центр глубоких микозов, к врачу высшей категории, доктору медицинских наук, профессору, которая удостоена высшей мировой награды в медицинской микологии. Очень почетно. Очевидно, женщина получила свои регалии не просто так. Но в случае с этим мальчиком получился какой-то провал. Она, как мне передали родители, она не смотрела особо анализы, не была как будто бы заинтересована. Хотя они летели, они там снимали отель, они потом ехали в этот центр. Ну понимаете, это все затратно, это дорого, люди надеются, они ожидают, они стоят в очереди, тоже в ожидании приема. А в итоге что они получили? Диагноз под вопросом хронический абстрактивный бронхит, фарингомикоз, аллергодерматит. Вот что-то такое. И на основании данных анамнеза, клинических проявлений, данных лабораторного эринкологического исследования, признаков грибковой инфекции, актиномикоза или какого-либо глубокого микоза в настоящее время не выявлено. Вот, не выявлено. Осипова она не смотрела, потому что это не считается за нормальный анализ, который вообще стоит рассматривать в качестве адекватного. Поэтому рекомендации она дать не смогла, кроме тех, что продолжайте наблюдаться, ну и повторно консультируйтесь у меня. Здесь есть, конечно, значения на доп. обследование, но они уже изначально были сделаны. Я уже видела бак посев из зевы на грибы и бактерии, там ничего примечательного нет. Потом исследование крови на антитела к грибам, это иммуноглобулины G, вообще нам ни о чем не говорят. Работающие анализы, действенные, которые можно сдать на грибы, я все привожу в курсе антикандида, и они наиболее показательны, чем иммуноглобулины G, которые чаще всего вообще-то врут. Иммуноглобулины G врут. Иммуноглобулин Е общий, тоже у него был сдан несколько раз, он у него низкий, то есть аллергии у ребенка нет. В общем, приехали они обескураженные и потерянные, не знали, что им делать, и в итоге были согласны даже на нетрадиционное кое-что, что предложила я. Мы делали все очень просто. Это диета, которая исключает почву, исключает питание, патогенов, в том числе грибы, которые вредят наиболее сильно, природные антибиотики, противовирусные, антимикотики, то есть обычные БАДы Сайхерба, которые я даю на курсе антикандида. Это про и пребиотики, пищеварительные факторы, витамины и минералы. Мы просто делаем так, чтобы пища переваривалась, и при этом пища, она полезная для вас, но неприятная для патогенов. Нам это и нужно, да? Мы даем витамины и минералы для того, чтобы организм сам мог справляться с инфекциями, но и в целом убирать дефициты очень важно для многих факторов, это понятно. И даем, собственно, факторы чистки, которые вычищают патогенов, и пробиотики для того, чтобы постепенно своя микробиота тоже преображалась. В итоге вот уже два с половиной года мальчик здоров, все у него в порядке, пошел в школу, развивается нормально, и мама безмерно рада. Как видите, делов было всего ничего, а ранее его лечили все эти года многими лекарствами, в том числе антигистаминами. То есть, когда док не знает, на что конкретно у человека проявление, ему выгоднее и проще всего просто взять и заблокировать реакцию организма на все поступающее в него. Но в случае с этим мальчиком, понимаете, антигистаминные были совершенно бесполезны, он продолжал кашлять. Как можно давать вообще антигистаминные противоаллергические, если источник инфекции сидит внутри, и у него реакция на грибы из легких, из кишечника? Ну это очень глупо, но на самом деле. А анализы для оценки состояния своего здоровья вы можете сдать в лабораториях КДЛ и получить дополнительную скидку по коду Ульяна Любимова. Если вы хотите сдать ХМС по Осипу, но в вашем городе нет КДЛ или вы проживаете в другой стране, вы можете обратиться в Айгеном и сделать там не только оценку видового состава кишечника, но и некоторые генетические тесты, а также получить дополнительную скидку 10% по коду Ульяна. Читайте больше по представленным тегам. До встречи в Инстаграм, Ютуб и ТикТок. Я везде, Ульяна Ро. Субтитры сделал DimaTorzok